итак дорогие друзья мы с вами продолжаем то есть нам сейчас нужно необходимо закончить наш пулеметик для этого вырежем подходящую по длине еще одну ступень вот она она и смазав гелем обернем обернем и отрежем лишнее прикатаем хорошо вот так а здесь нам нужно сделать еще на балдашничек такое тоже просто освоив несколько приемов в принципе создать какой-то технический инструмент предмет будь это пулемет будет это автомат или еще что в общем не составляет никакого труда то же самое обрезаем убираем лишнее здесь можем проложить полосочку чтобы не было щели так возможно ушку сделать почему бы нет ну и в принципе осталось два колечка еще это мы сейчас вырежем сделаем вот у нас уже пулемет готов поставим а потом вот на эту турель и все заранее применим чуть-чуть давайте сразу посадим на турель вот так и в печку так мы начинаем подходить уже к окончательному оформлению нашего корпуса здесь нам нужны будут вот такие шипы раз два три четыре пять пять шипов я делаю с помощью вот такого полумесяца для печенья и теперь им надо сделать еще основания но это проще вот так вот так вот так Так, пушка у нас почти готова, осталось сделать стяжные хомуты и вот это кольцо. Стяжные хомуты мы сделаем сейчас сразу же из жгута этого колбаски, для этого промажем сейчас и обернем аккуратно. Стяжные хомуты я делаю очень просто, вот сейчас я возьму один потоньше, на дуло. Полоску сделаю и второй потолще уже на корпус. Вот такие две полоски. Из экструдера я выдавил эти жгутики колбаски. Сделаем вот здесь. С помощью линейки можем придавить хорошо, выровнять. Вот у нас два таких хомутика. Так, ну хомуты у нас готовы, значит можно уже их ставить. Сначала большой поставим. Он у нас будет в свободном полете. То есть я просто сейчас отрежу лишнее, а остальное так и останется. А этот мы, конечно, вернем полностью вот так. Или поменьше. Вот так. Здесь, как я сказал, мы сейчас отрежем просто лишнее. Оно нужно нам будет для крепления. И отправим еще раз за перец. Теперь немножко позанимаемся башней. Сделаем вот такие накладки на щель смотровую. Так как пулеметы у нас в этот раз стоят здесь, этот не будет здесь. Но приклеим сюда тоже барашек. И сзади нам нужно будет поставить две бобышечки, куда будут входить трубопроводы. Ну, это мы сейчас увидим, как делается. То есть сделаем сначала оформление здесь. Возьмем просто полоски и начнем сюда приклеивать. Сюда мне необходимо, мне кажется, поставить такую гофрированную поверхность. Структурированную, гофрированную. Так. То есть я сделаю сейчас следующим образом. Так, раскатаем. И вот так раскатаем. И получил вот такой железный коврик. Который я сейчас вырежу. По размеру. Где-то так, наверное, будет. Так. Да, как раз сюда и войдет. Смажет уже. То есть мы с вами начали уже декорирование корпуса. Ну, а теперь давайте сделаем еще вот эту шайбочку вот здесь. Я совершил ошибку, прежде чем нужно было шайбу поставить, а потом уже обклеивать. Поэтому мне придется теперь делать из двух половиночек. Ну, ничего. Гель нам поможет. Так, я сейчас просто ее располовиню вот так. И создав здесь закрепочки, запеку. Продолжим оформлять наш корпус. Будем вырезать вот такие полоски. И ставить их с помощью клея геля вот сюда, на край. То есть мы как бы тоже стягиваем корпус. У нас состоит из бронированных листов. И поэтому должен быть тоже, соответственно, на стяжных таких полосках. И украшенных, естественно, чем? Так легкими, правильно. Так, еще раз. То же самое сделаем здесь. Я совсем забыл, что нам нужен еще бак. Сейчас сделаем. Так, а здесь мы с вами немножко утолщим, чтобы поставить эти станины, которые называл турелем. Нет, турель это вот сама. А вот это станина уже, да? И чтобы она держалась получше, мы сейчас вот здесь сделаем такие утолщения. И смазав гелем, установим сюда эту станину. Так, наверное, будет правильно. Кстати, о баке. Вот он наш бак. То есть он ничем не будет отличаться. Я тоже самое сделаю. Такую трубочку. Закрою концы так же, как мы делали с нашими пушками. И единственное отличие поставлю здесь. Заклепочки и барашек. То есть я сейчас сделаю, а вы можете это дело пропустить, потому что это просто повторение. Уже покажу готовый результат. Ну а сейчас мы продолжим украшать нашу подставочку. Тем самым, что мы сейчас в центр установим вот такую площадку. Ну, естественно, предварительно смаза фото гелем. Так. 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 Необходящий. Так. 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 Ставим. А уже. Готовым. По сторонам. и сможем соединить уже хорошо. Теперь наметим, где у нас будут вентиляторы, где-то здесь и здесь. Можем вырезать здесь отверстие, уберем эти кружочки вот так и тем самым как бы утопим там вентилятор наш. Смажем тут тоже хорошенько гелем. Это надо для того, чтобы при запекании они у нас не поплыли. Отлично. Здесь поставим решетку радиатора. Пару патрубков. Ну вот, теперь они у нас здесь стоят. Давайте поставим решеточку. Смажем гелем. Нанесем также немножко глины, поможет нам лучше удержать. И поставим вот сюда. Вот так. Отлично. Ну а тут мы можем с вами уже наши патрубки поставить. Мы их не запекали, потому что именно вот для этих целей, когда нужно загнуть, самое очень хорошо. Так. Ну и естественно отсюда тоже выведем парочку, не без того. Мне показалось плосковато здесь, поэтому я... у меня остались еще заклепочки. Я их поставлю сюда. Мне кажется это будет более объемно тогда. Ну а теперь давайте сделаем пару гофрированных труб. Раскатаем структуру. Аккуратно снимем. Перевернем. Режем. Чтобы на две хватило. Серая у нас краска. Серая у нас закончилась. Ну, не дотянули немножко. Так. Теперь кладем сюда кусочек колбаски. Выравниваем. И понимаем, что стало хуже смотреть. Но... Кончилось. Что кончилось, то кончилось. И вот теперь тоже поджимаем ее. Отрезаем лишнее. И получаем... Немножко прикатаем сейчас. Так, чтобы не повредить уже наши готовые. Вот получим такие гофрированные шланги. Нам этого будет достаточно. Вот появился наш бак. Как мы его хотели сделать. Сейчас я его еще обмотаю двумя обручами. Поставлю сюда между ними вентиль. И все. Готово. Ну вот я все части склеил. Здесь поставил пушки, бак. Здесь расположил окончательно патрубки. И вот такую длинную-длинную такую выдавил колбаску. Сейчас я начну просто проводить провода. Соединять здесь, здесь и так далее. Это чисто уже, знаете, такая произвольная работа. Поэтому я не буду вас утомлять. Покажу уже готовый результат запеченный. Ок? Ну давайте поразглядываем, что у нас получилось. Для некоторых мастериц очень трудно бывает понять, куда с этими всеми шлангами. Куда с этими со всеми вентиляторами, воздухозаборниками. Я делаю просто. Я возле воздухозаборников поставил патрубки. Здесь патрубки. И повел. Допустим, смотрите. Вот это соединен между собой. Шланг всегда должен находить вход и выход. Это главное. Остальное все ерунда. Отсюда я повел вот в начало дуло. Как бы символизирую, что отсюда пойдет пар, дым, стрельба. Эти два я вывел тоже в пушке вот здесь. От этих двух патрубков сзади. То есть это не обязательно, чтобы это было ну прям так уж логично. Главное, чтобы они всегда находили вход и выход. Это главное. Здесь я поставил патрубки. Вернее, эти гофрированные шланги. Они очень хорошо смотрятся в этих изделиях. Потом я сделал здесь еще полимерную глину наложил. Здесь поставил кое-что. Ну и в принципе все. Теперь я возьму это и покрашу все в черный цвет. Так как, дорогие друзья, мы достигли с вами 20-ти минутной отметки нашего видео. А я стараюсь делать свои видео не более 20 минут. Поэтому покраску мы переведем на пятую серию, которая сразу же последует. Не прощаюсь. ANS dodать о них в порядке укanicaser становится. И extendgl misses. Следием. Потому что сейчас оно очень помогло. Поэтому мы повернемся в ответ reset. Когда я провел все, чтобы хотеть, побочерг, Теперь мы не прошу сами зами заслужатый и зарывать его соответствие. Чтобы сбр kelu marijuana, менянет постеп���. Для этого beetje что такое цег companies apresentали этиcą Miareza. Главное, которое стало определено! Я дано степенно, а не видел так легко. Ну и согласитесь, это не проще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...